Друзья, всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема и звучит она следующим образом. Что будет, если я не плачу микрозаймы, а МФО уже подала на меня заявление в полицию? Так как мы занимаемся банкротством граждан, мы точно знаем, что определенное количество наших клиентов имеет такую проблему. Уже не секрет, что микрофинансовые организации стали часто обращаться в полицию с заявлением о мошенничестве на должника. И сегодня, чтобы ответить на эти вопросы, что грозит должнику за неуплату в микрофинансовую организацию, будет ли какое-то уголовное наказание или, не дай бог, могут ли за это посадить в тюрьму, мы зададим эти вопросы действующему адвокату Владиславу Калимбету. Влад, привет! Ты Владислав Калимбет, действующий адвокат, по уголовному праву работаешь, правильно я понимаю? Да, в том числе. Я занимаюсь экономическими вопросами, в том числе и уголовными рисками, связанными с экономическими составами преступлений, в том числе входят в тему нашей сегодняшней ситуации. Хорошо, прекрасно. Я ранее тебе озвучил тему, но я еще раз ее повторю. У нас сегодня вопрос такой. Так как ты знаешь, что мы занимаемся банкротством граждан, и очень многие наши клиенты спрашивают о том, когда они набрали кредитов в микрофинансовых организациях, и в том числе в банках, они вот спрашивают про МФО. Что делать, если я не плачу микрозаймы, а микрофинансовая организация уже обратилась в полицию с заявлением на мошенничество? Правильно ли я понимаю, что там фигурируют две статьи? Это 177 УК РФ и 159 часть 1. И вот я бы хотел от тебя получить какие-то комментарии сначала по 159 части 1, насколько есть ли какие-то риски, могут ли реально за это посадить человека, или какие-то могут ли быть последствия с точки зрения уголовного права? Или все-таки нам не о чем переживать? Ну и там дальше я еще задам пару вопросов. Ну, я предлагаю немножко по-другому построить. Я начну со 177, потому что 177 это не более чем посудивание. То есть привлечь по 177 крайне проблематично. Объясню почему. Она называется злостное уклонение от уплаты за должности. Человек думает, все, кошмар, все, как бы меня тут точно привлекут. Но тут есть ряд особенностей. Во-первых, чтобы привлечь по 177, должно быть решение суда. То есть МФО должна обратиться в суд и взыскать деньги. Во-вторых, сумма взысканных средств должна быть не менее, чем 2 миллиона 250 тысяч рублей. А, то есть я задам вопрос. То есть правильно я понимаю, если у тебя сумма долга меньше, чем 2,250, мы про эту статью, в принципе, можем вообще не говорить, и она нам не грозит. Общательно. Да, мы про нее забываем. То есть и 2,250 должно быть по каждому решению суда. То есть это по одному кредиту? Да. То есть если человек 1,5 миллиона взял в одном банке, 1,5 в другом, в сумме у него получается 3, так это не работает. Нужно, чтобы по каждому решению суда. Сумма должна была быть не менее, чем 2,250, это во-первых. Во-вторых, должно быть... Так, одну секунду, у нас связь что-то немножко прервалась. Сейчас отвиснешь, Влад. Вот отвиснешь. Во-вторых. Во-вторых, значит, должно быть доказательство того, что когда МФО или банк обратился в суд, у человека было реально имущество на эти 2,250. И уже после вступления решения в силу он его куда-то скрыл, на кого-то там переписал, на маму, папу, детей, братьев, друзей и так далее и тому подобное. Поэтому риски привлечения по 177, они вообще крайне малы. То есть она, ну, простым языком выражаться уже для совсем откровенно, неправомерных действий прям вообще не прикрыт. Понял. Когда уже совсем в наглую там взял, там набрал, целенаправленно, понятен был умысел, ты ничего не отдал, у тебя еще и долг больше 2,250. Еще ты имущество какое-то успел там распродать, родственник, и так далее. Как-то так, да? Да, и это все должно быть в совокупности. Да, еще и в совокупности. Но это практически вообще нереально тогда, поэтому я предлагаю эту статью тогда даже в расчет не брать и плавно перейти к 159. Все-таки это звучит как мошенничество в сфере кредитования, если я не ошибаюсь, да? Вот тут есть два состава. Мошенничество в сфере кредитования – это два разных состава преступления. То есть мошенничество в сфере кредитования образуется только в том случае, если человек представил заведомо подложенный документ. То есть на момент, когда он обращался за получением кредита, он предоставил там заведомо подложную справку о доходах. То есть он знал о том, что эти документы поддельные. Не так, что он, допустим, пришел, ну это такая небольшая подсказка, да? Пришел на работу в отдел кадров и сказал, выдайте мне, пожалуйста, справку, сколько я там зарабатываю, мне кредит надо получить. А в отделе кадров просто счетная ошибка произошла, немножечко другие цифры указали, ну просто по ошибке. Он знать не знал, он попросил, дайте мне справку, сколько я там зарабатываю. Ну и ему дали, он предоставил. То есть для того, чтобы доказать мошенничество, по сути, человек должен сам наговорить на это мошенничество. А наговорить каким образом? Он должен сам рассказать, что да, действительно, у меня возник умысел, мне нужен был кредит, никто мне его не давал, поэтому я вот увидел на столбе объявление и купил поддельную справку 2 НДФЛ. Можно еще вопрос уточняющий, Влад? То есть получается, если я в такой ситуации должник сам на себя не будет давать, грубо говоря, вот эти вот показания, порочащие его самого, то, скорее всего, состава-то и не будет, да, получается? Ну да. Начнем с чего вообще? При доследственной проверке, да, или если дело уже возбуждено, перед началом опроса или допроса всегда человеку разъясняется 51-я статья Конституции, которая говорит о том, что каждый имеет право не свидетельствовать против себя самого и своих близких родственников. То есть, по сути, если брать толкование этой статьи там в разрезе практики европейского штата по правам человека, это наше российское универсальное право конституции. Я понял. Тоже важно, но учитывая, что если человека вызывают в право конституции, но он не обязан вообще что-либо рассказывать, вот есть у вас фактура, вот какая есть, ну смотрите, доказывайте. Влад, а еще вопрос. Скажи, пожалуйста, вот чтобы было понятно. Допустим, должник просто заполняет анкету. Ты же понимаешь, там в МФО как? Он зашел онлайн в кабинет и там вбил какие-то свои личные данные и заполнил, так скажем, электронную анкету о работе. Вот если он в электронную анкету вбил придуманные им данные, но он не будет об этом говорить, если его вызовут впоследствии на какой-то опрос или допрос, я вот в терминологии не знаю, как это правильно называется, и он скажет, ну да, я тогда там работал, но доказательств у него нет в этом. Вот как это будет расцениваться? Он может, то есть здесь главное не говорить именно против себя, то есть всегда должна быть какая-то весомая причина, почему он указал вот эту сумму дохода, да, допустим, потол неофициально, подрабатывал, был фрилансером, да, и вот примерно столько он зарабатывал, да, а потом заказы на фриланс резко упали, да, заказы перестали поступать, и вот по этой причине он не смог выплатить вредит. То есть основная идея тех показаний, которые нужно дать, да, вот на стадии допрессивной проверки, да, введения дела, то есть это показания должны свидетельствовать о наличии объективных причин, почему человек не смог выплачивать вредит. То есть он должен выглядеть предельно честным, даже если, ну, на практике это было и не совсем так. Понял, а еще вопрос. А если работодатели я указал из головы, вот просто, то это может стать впоследствии проблемой? То есть может ли следствие как-то попытаться это проверить? Ну, вот, допустим, ООО «Ромашка», а такого ООО не существует в природе. Это будет являться проблемой или опять-таки нет? На самом-то деле следствие будет рассматривать все эти моменты в своей совокупности. То есть сейчас у нас гайки подзакручивают, то есть к этим моментам более жестко относятся. Ну и если человек указал новую организацию, да, там от этой выдуманной организации еще и сделал справки, вот, то, соответственно, возникает вопрос, то есть что все это в совокупности уже действительно указывает на наличие умысла. Хорошо, вот здесь можно поподробнее еще? То есть все-таки теоретически могут возникнуть проблемы, если должник набрал там три МФО, ну, помимо банков еще, да, и в каждом из этих МФО указал левую работу, левую зарплату, ну, то есть доход, и не сделал ни одного платежа. Про платежи мы еще пару вопросов тоже зададим. И тогда в этом случае у него все-таки проблемы возникнут, могут, я так понимаю, теоретически. Да, 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 да. То есть теперь поговорим про платежи. То есть отсутствие платежей вообще, это еще одно доказательство, которое идет в совокупность вины, вменяемой в рамках уголовного дела. То есть один или два платежа, но они должны быть. Можно, Влад, тогда тоже у меня есть сразу вопрос. Но ведь мы говорим о том, что мы рассматриваем ситуацию должника нормальной, а его честным в том случае, если его финансовая ситуация изменилась по объективным причинам. Допустим, он указал работу придуманную, взял какие-то деньги, и у него на тот момент был доход. Но ведь может случиться в реальности так, что доход у человека действительно пропал между первым и вторым платежом. Или вообще пропал доход сразу, как только он взял эти деньги, и он даже не успел сделать ни одного платежа. Ведь эта ситуация, она возможна. И тогда как это будет рассматривать? В этом случае состояние преступления не образуется, потому что, опять-таки, у человека не было умысла. То есть ввиду каких-то объективных причин у него пропала реальная возможность платить кредит, на который он рассчитывал при его получении. И тут уже не важно, что это за доходы. Было это официальное трудоустройство, неофициальное. В рамках уголовных дел никого это волновать не было. То есть был ли это прям официальный доход или неофициальный. Важно, чтобы этот источник дохода был, человек на него при получении кредита рассчитывал, и тут он раз и куда-то пропал. То есть да, в этом случае умысел, как элемент состава преступления, выпадает. И, соответственно, оснований привлечь человека к уголовной ответственности уже нет. Я понял. Ну, то есть если резюмирует ситуацию, про 177 мы выяснили, здесь риски крайне малы. Если говорить про 159 часть 1, то достаточно тоже сложно привлечь должника за неуплату, если у него не было такого ярко выраженного умысла, и если он сам об этом не заявит. Это будет допрос или допрос, да? А как вот происходит, допустим, я хочу сейчас больше на практику. То есть мы должны людям сказать, а как на практике ситуация. То есть вот в основном как бывает. То есть возбуждают дело. Я так понимаю, что МФОшки, микрофинансные организации, они это используют исключительно как инструмент давления на должника. Вот у нас как было, у нас там сейчас много, порядка 200 только процедур в производстве. У нас там есть два случая, когда наш клиент не заплатил микрофинансовую организацию. И МФОшка подала в суд и звонит клиенту нашему и говорит, видели, что мы в суд, говорю, в полицию заявление. И звонит нашему клиенту и говорит, вот заявление в полицию есть, может быть, решим полюбовно, и вы заплатите. Соответственно, клиент пугается и несет им там эти 15 или 5 тысяч рублей и платит. Я думаю, что, насколько я прав, как думаешь, что сегодня микрофинансные организации используют это лишь как инструмент психологического воздействия на должника. Или реально из-за 15 тысяч все-таки может это дело закрутиться, и полиция будет его рассматривать. Для меня вообще удивительно, что судебная практика идет в эту сторону, и что полиция вообще возбуждается по таким делам. Во-первых, сумма, на самом-то деле, копеечная. Во-вторых, очень сложно что-то доказать. Ни один должник, естественно, не скажет, что у него был умысел. Ну, а что странного в том, что полиция возбуждается? Ни для кого не секрет, что у полиции есть показатели раскрываемости. То есть, чем больше дознаватель уголовного дела расследовал, суд направил, тем лучше для него, тем лучше он работает. А тут приходит человек сам, всю фактуру на себя же выдает. То есть, вот уже, пожалуйста, готовое дело, бери и расследуй, то есть, направляй в суд. Почему нет? Если человек сам на себя всего этого наговорил. Поэтому здесь не в суммах, сколько там, 50 тысяч, или 150, или миллион 150, миллион 150, это уже крупный размер. Значит, здесь речь-то именно идет о том, что человек скажет, когда его первый раз вызовут. То есть, вот его вызовут, он даст определенные показания. Сотрудники полиции посмотрят на это, скажут, блин, ну мы здесь доказывать устать. Вот он такие показания дает, здесь состава не усматривается, как мы это будем доказывать. Либо он пришел первый раз в правоохранительные органы и сам все вот уже рассказал. Так что только возбуждай, проводи расследственные действия, и все оканчивается. То есть, рекомендация такая, что делать, вот если человек попал в такую ситуацию, и его уже вызывают. То есть, микрофинансовая подала заявление в полицию, полицейский звонит и вызывает следователя, да, это будет, я так понимаю, и вызывает его на дознаватель, да? Ну, там сначала вообще идет стадия доследственной проверки. То есть, если заявление поступило в правоохранительный орган, то в течение трех суток должно быть возбуждено уголовное дело. Но этот срок может продлеваться до 10 дней и до 30. То есть, по плану экономической направленности, они обычно, то есть, обычно идет продление вплоть до 30 дней. Ну, вот он вызвал его, значит, они возбудились. Через три дня позвонили. Звонят и вызывают человека в правоохранительный орган, он, естественно, напугается, да, и у него первая мысль, да, проще заплатить, потому что, ну, одно дело, когда коллекторы звонят, их еще можно там отвадить от себя, а другое дело, то есть, звонят из полиции, когда так просто не отвадишь. Соответственно, соответственно, человеку в данном случае нужно все-таки, моя рекомендация, явиться в правоохранительные органы. А вот это важно, Влад, все-таки лучше явиться, да, то есть, скрываться не надо. Конечно. Все, хорошо, мы как добросовестный гражданин приходим и поясняем ситуацию. Вот что лучше не говорить, ключевые моменты. На самом-то деле все ситуации довольно индивидуальные, и тут, наверное, лучше проконсультироваться предварительно со специалистами, да, для того, чтобы они ситуацию построили, сказали конкретно под данную ситуацию, что не говорить. Что точно лучше не говорить? Точно лучше не говорить, что был умысел. Что, да, то есть точно лучше не говорить, что человек изначально знал, что сведения о доходе поддельные, да, то есть не настоящий, что не соответствует действительности. Что какие-либо документы, он заведомо знал, что они поддельные, да, лучше думать какую-то версию, как я в начале нашего разговора говорил с отделом кадров на работе. Не стоит говорить о том, что он изначально этот кредит возвращать не собирался, ну, потому что бывает и такое. Да, понимаю. То есть приходит же и говорит, банда, ну, его, я вообще еще не собирался плодить, ничего не собирался отдавать, а не вообще злодеи, вымогатели. Бывает, бывает, и я больше того скажу, когда человек напуган, вот он находится в этой эмоциональной, в этом эмоциональном стрессе, у него уже может начаться такая ситуация, когда путаются мысли, и он начинает даже снижаться против себя. Есть такая, да, история. Ну, вот, то есть вот это то, чего делать нельзя вот ни в коем случае. То есть нужно говорить о том, что, да, действительно, мне нужен был кредит, да, я предполагал, что вот из этих доходов я его буду закрывать, но вот так получилось, что доходов не стало, при том их не стать даже до начала, там, самого первого платежа к кредиту. Ну, и вот такая вот жизненная ситуация сложилась. Сейчас вообще задумываюсь о том, чтобы провести процедуру банкротства, то есть она легальная, она законная. Влад, еще... Вот такая позиция будет самая оптимальна. Понял. Еще последний вопрос, все-таки по оплате этого долга. Вот смотри, я спрошу следующим образом. У человека стоит выбор, все-таки дай рекомендацию, стоит ли погасить какую-то часть вот этой суммы, допустим, общий долг там от 15 до 20 тысяч. И вопрос звучит следующим образом. Все-таки стоит ли подстраховаться и заплатить какую-то даже небольшую часть от этого долга? Да, да. Вот ты все-таки советуешь все-таки немного заплатить. Пускай там 5 тысяч, одну треть от этой суммы. Немного не сказать, что у меня сейчас возможности полностью закрывать нет. Вот у меня тяжелое материальное положение, вот хоть чуть-чуть я заплатил. Что касается полностью того, чтобы закрыть этот долг, то уголовные дела, такие небольшой или средней тяжести, они, если человек ранее не судим, либо у него судимость погадая, они могут быть прекращены. Они могут быть прекращены в связи с примирением сторон и в связи с назначением судебного штрафа. Обычно организации, в принципе организации любые, в том числе и микрофинансовые, заинтересованы в том, чтобы получить деньги назад. И они активно идут на примирение. То есть примиряться можно вплоть до вынесения приговора. Соответственно, если уже дело, все уже дошло до суда, и человек понимает, что он будет осужден, что действительно фактура собрана и деваться некуда. Есть вполне резонный вариант провести переговоры с микрофинансовой организацией, сказать, ну хорошо, давайте я вам закрою эту сумму и мы окончим дело за примирением сторон. Либо, если микрофинансовая организация на это даже не соглашается, он может все равно эту сумму ущерба закрыть полностью и ходатестовать о прекращении уголовного дела с назначением и штрафа. И тогда суд, дело прекращает? То есть у человека не будет судимости. Все, я понял. В общем, резюмируем тогда ситуацию. Значит, в любом случае я хотел бы донести до и наших клиентов, и людей, у которых этот вопрос был, что это не такая страшная ситуация и главное не свидетельствовать против себя, если все-таки у тебя есть долг. Это первая рекомендация, когда тебя вызовут в полицию. Вторая рекомендация, какую-то даже небольшую часть желательно погасить, чтобы исключить из состава преступления умысел. И третья рекомендация, даже если предыдущие две вещи сделать не удалось, то уже в суде нужно будет полностью погасить эту историю, если все пошло не в то русло и все разворачивается не в пользу должника. Да, но это уже самый черный вариант. Я бы все-таки хотел начать с того, что главное не бояться. Да, главное не бояться, бояться нечего. Да, есть ряд законных путей, которые могут помочь минимизировать и уголовно-правовые риски человека. Ну и опять-таки есть процедура банкротства, она абсолютно легальная, она абсолютно безопасная, то есть она предусмотрена действующим законодательством, поэтому рекомендую ей активно пользоваться. Вообще обращение с заявлением о банкротстве опять-таки может быть дополнительным основанием. При наличии претензий правоохранительных органов человек может сказать, да я вообще обратился с заявлением о банкротстве. Вот там сейчас дело закончится, и тогда правоохранительство скажет, хорошо, мы посмотрим, что там все пишут. Если действительно найдет объективные признаки банкротства, то и мы здесь вообще уже ничего и возбуждать не будем, человек признан банкротом. А вот это, кстати, важная история, потому что, как правило, люди уже имеют проблемы, которые с микрофинансовыми организациями, они как раз уже 90% из них задумываются о банкротстве, потому что у них и суммы долго хватает, и раз они не могут отдать и выполнить свои обязательства по ежемесячным платежам, у них уже есть эти проблемы. Да, это, кстати, важное замечание. Поэтому я бы рекомендовал, во-первых, что бы ни происходило, не паниковать, ну и если человек все-таки не до конца понимает суть происходящей ситуации, все-таки обратиться к специалистам, которые его проконсультируют и найдут законное решение его трудной жизненной ситуации. Согласен. Законных решений на данный момент довольно много. Хорошо. Влад, на этом закончим. Я тебя благодарю. Надеюсь, что это наш не последний с тобой созвон. Вот, теперь все понятно. Я надеюсь, что нашим подписчикам, зрителям и тем, кто будет смотреть это видео, тоже будет все понятно. Если зададут вопросы в комментариях, то будем отвечать. Вот, спасибо тебе большое. Я с тобой прощаюсь. Хорошего тебе дня. Спасибо. Спасибо. Пока. Итак, друзья, вы только что посмотрели диалог с Владиславом. Я думаю, что он исчерпывающим образом ответил на все наши вопросы. Резюмируя, я скажу, что в основном микрофинансовые организации используют подачу заявления в полицию только как инструмент психологического воздействия на должника. Поэтому не стоит по этому поводу переживать. Тем более, если вы идете на процедуру банкротства, тогда риски вообще минимальны. Друзья, представьте себе ситуацию, если бы за долги в микрофинансовые организации действительно бы сажали, у нас, наверное, сидело бы полстраны уже. Потому что у нас кризис и финансовая ситуация с каждым годом все ухудшается и должников становится все больше и больше. А я напоминаю, что наша компания Федеральная юридическая группа Дело Время занимается списанием задолженности через банкротство. И банкротство физического лица это единственный законный способ избавиться от долгов раз и навсегда. Друзья, на этом у меня все. С вас лайк и подписка на канал, если тема действительно раскрыта. Если же остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Мы все читаем и каждому лично отвечаем. До связи!